Здравствуйте! Меня зовут Евгения Августина. Вы смотрите программу «Разберемся». Это совместный проект Одинцовского телевидения и общественной палаты района. Тема сегодняшнего выпуска – юридическая поддержка жителей нашего муниципалитета. У нас в гостях юрист, член общественной палаты Сергей Измайлов. Здравствуйте, Сергей! Добрый вечер! А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задать по телефону 8 495 508 86 84. Сергею не привыкать, потому что он оказывает помощь жителям нашего города и района на постоянной основе. И совсем недавно к вам обратилась жительница города Одинцова, но уже не с проблемой, а с благодарностью за ее решение. Сергей, с какой проблемой она изначально обратилась, на первичный прием пришла? Ну, эта проблема, как и многие другие, это одно из видов мошенничества. Ей фактически пригласили на бесплатную медицинскую консультацию. Ее провели, обработали таким образом, что сказали, что у нее куча болезней, ей нужно срочно лечение. Оформили кредит. И домой она приехала уже с... Не знаю, насколько ее вылечили, но... Я думаю, головная боль прибавилась. Но с кредитом, да. И только после этого, через какое-то время она поняла, что что-то пошло не так. И когда ей уже пришел звонок из банка, ну, это как правило бывает, что люди узнают об этом, что вот оказывается, что есть кредит, нужно срочно разбираться с этим и ехать обратно, писать заявление на возврат, что никаких действий не было. Причем, ну, с таких случаев это не единичный случай, у нас было несколько случаев. Есть клиники, которые более-менее адекватные. Это московские клиники? Да, это московская клиника. И те, которые еще дорожат своей репутацией, которые там будут работать, остаются, они, как правило, возвращают деньги, ну, как-то стараются уладить конфликт. Ну, бывают те, которые скрываются уже к этому времени и оставляют клиентов только с кредитом. Сергей, вот тот случай, который вы описали, к сожалению, действительно не редкость. Вот какие действия пришлось предпринять, чтобы, во-первых, расторгнуть договор, я так понимаю, с клиникой, а во-вторых, разобраться с кредитом, что еще сложнее? Ну, здесь произошло практически, ну, недолгое расстояние прошло, недолгое время с момента заключения договора до момента его расторжения. Ну, естественно, необходимо поехать в клинику расторгнуть договор о лечении и заявление о расторжении договора с банком и возврата денежных средств в клинику и обратно в банк, пока не набежали проценты, потому что за первый месяц банк уже вправе требовать взыскания первого платежа и, соответственно, процентов за пользование кредитом. Поэтому здесь, чем быстрее это сделать, тем дешевле это может обойтись и без таких последствий. А за какое время эту проблему удалось решить? Сколько потребовалось вам? Ну, небольшое время, в течение недели практически проблема была решена. Ну, поскольку ситуация такая распространенная, может быть, дадим какие-то советы телезрителям, что нужно знать, чтобы не оказаться на месте обратившейся к вам жительницы Одинцова? Ну, в первую очередь, покупая какие-то услуги, это может быть не только медицинские, к сожалению, это даже и юридических услуг бесплатных касается. Это точно такой же, вот, одно из видов мошенничества. В первую очередь, читать то, что подписываешь. И читая, потихоньку, ну, может прийти осознание то, что ты подписываешь. Потому что люди у нас очень часто распространены проблемы. Это они подписывают, все не читая, вообще не читая. Им просто говорят, вот, подпиши, здесь вот то, то, то написано. А там совсем может быть другое. Это вот самое основное. Второй момент, ну, вот, в частности, медицинских услуг. Я думаю, что здесь нельзя принимать решения очень быстро, потому что человек, он не специалист. Вполне его возможно ввести в заблуждение таким образом, что, ну, действительно, в ступор поставить, там, диагнозами. А старшее поколение привыкло безоговорочно доверять специалистам. Да, причем верят и особо даже не задают лишних вопросов. Прекратить, ну, подписание, там, каких-то документов, уйти из клиники, просто вернуться домой, посоветоваться с родственниками, обратиться к другому специалисту. Потому что услышать несколько мнений, то ли обследование проведено у человека или нет. Может, ему какое-то другое обследование проводили. Или только после, там, консультации, дополнительных общений с родственниками уже принять решение, нужно ли это лечение или нет. А то иногда у нас люди, людям назначают лечение, а оно им совершенно не требуется. И вот хорошо, если, наверное, в такой ситуации пострадает только с финансовой точки зрения человек. Потому что можно лишиться и здоровья, можно и жизни, к сожалению, лишиться, если заболевания серьезные. Конечно, тем более, уже есть случаи, когда, собственно, делают, там, обезболивающий укол, а человек умирает от шока только из-за того, что он сам может и не знать, что у него какие-то есть реакции на препараты, там, и так далее. То есть, ну, это вообще-то, на самом деле, медицинская тема, это очень опасно. Но, тем не менее, мошенники ею не пренебрегают, а, наоборот, очень активно используют. Да. Летом в Одинцовском районе общественная палата провела церемонию награждения социальных предпринимателей. В их числе был и Сергей Измайлов, гость сегодняшней программы. Давайте вспомним, как это было. Собрать виновников торжества всех вместе – задача не из легких. Социальные предприниматели, люди занятые, они умеют зарабатывать деньги, но их заботит не только собственное благополучие. На церемонию награждения общественной палаты Одинцовского района приглашены бизнесмены, которых не пугает социальная нагрузка. Более того, они взяли ее на себя добровольно. Те люди, которые обращают внимание не только, скажем так, о набивании своего кармана, смотрят еще и по сторонам, видят, что некоторым людям тяжело в нашей нелегкой, непростой жизни, и пытаются им помочь. Это и для кармы хорошо. У Сергея Измайлова праздник – двойной день рождения, день социального предпринимателя. Последним он стал случайно. По долгу службы генеральному директору юридической компании часто приходилось бывать в государственных учреждениях, где он нередко встречал людей, не знающих, что делать и к кому обратиться. Так родилась идея оказания бесплатной юридической помощи. В своей работе именинник руководствуется соответствующим законом, правда, по собственной инициативе. Он расширил круг тех, кто может рассчитывать на поддержку. Там есть определенный набор категорий – это инвалиды, ветераны войны, малоимущие. Но мы расширили этот список, в том числе мы сюда включили и вообще всех пенсионеров, потому что мы изначально считаем, что существующие пенсии, они малоимущие фактически. Поэтому, в принципе, мы по большому счету не ограничиваемся приемом документов. То есть, если человек, мы видим, что он действительно нуждается в помощи, мы ему окажем бесплатно. Профессиональный праздник дипломами общественной палаты и памятными знаками были награждены более 20 предпринимателей. Организаторы мероприятия надеются, что в следующем году ряды социальных бизнесменов пополнятся. В прямом эфире ОТВ программа «Разберемся» – это совместный проект Одинцовского телевидения и общественной палаты района. Сегодня мы говорим об оказании юридической помощи жителям муниципалитета. Телефон прямого эфира 8-495-508-86-84. У нас в гостях член общественной палаты юрист Сергей Измайлов. Сергей, я задавал этот вопрос и во время съемки материала, который мы посмотрели, задам и сейчас. Бесплатная юридическая помощь нуждающимся жителям Одинцовского района. Вам это зачем? Вот для вас это же получается такое дополнительное обременение, как ни крути. Это наш социальный проект, который мы со своими друзьями еще 6 лет назад создали. Как раз к этому времени у нас появился в 2011 году закон о бесплатной юридической помощи, где был прописан центр государственной помощи, когда государство оказывает поддержку, и также негосударственные центры. Ну и мы решили, что поскольку это, ну, во-первых, социально значимый проект, его можно также представлять и на всевозможных конкурсах. Планировали, ну, может быть, будет какая-то поддержка муниципальная или государственная, в том числе финансовая, опосредованная, конечно. Ну и создали, но пока занимаемся только самостоятельно этим. Но, тем не менее, вы немного вышли за рамки вот этого закона об оказании юридической помощи. Да, мы не стесняемся, ну, поскольку организация коммерческая, мы сами можем устанавливать для себя критерии, те, которые мы можем обеспечить. То есть вы расширили, я поясню, вы не заузили, вы расширили список тех, кто может к вам обратиться. Да, ну, индивидуально мы оказываем помощь не только, ну, у нас прописаны там письменные консультации, но мы, в принципе, в отдельных случаях выходим на судебный процесс, когда, ну, явно человек не может заплатить, но ему нужна помощь. И проигрыш, ну, не оказание своевременной помощи, вот в суде, в том числе, ему как раз может грозить, ну, серьезные последствия. У нас был такой пример, жительница Барвихи у нас обратилась, и судебный процесс мы выиграли, на сегодняшний день она никаких финансовых обременений не несет. Хотя могла бы, да? Хотя, в принципе, могла, да, судебные решения без ее участия могли принять не в ее пользу. А как вообще вы, почему выбрали профессию юриста, как пришли в эту, как эту нишу заняли? Ну, в общем-то, это уже, я уже в школе определился с профессией. Ну, мне всегда нравилась борьба такая с несправедливостью или с какой-то незаконностью. Ну, интересно было отставить интерес какого-то, такого человека, которого обидели. И, ну, там, не в соответствии с законом. Поэтому, там, еще в девятом классе, ну, не в девятом, а в десятом я уже определился, что иду на юридические факультеты, как бы начал постепенно готовиться к поступлению, поступил и окончил. Ну, тут не могу не спросить, не задать свой любимый коварный вопрос. Вот говорят же, есть закон, а есть справедливость. И не всегда совпадает. Вот как быть юристу в такой ситуации, который болеет душой за справедливость? Ну, к сожалению, да, у нас бывают и судебные решения несправедливые. Ну, что делать? Есть, на латыни есть такая фраза, лекс од лекс, закон есть закон. Каким бы суровым он не был, да, каким бы он не был, да. Ну, как правило, он исходит из справедливости. Ну, это такое оценочное понятие справедливости. У каждого и своя при этом, может быть. Да, у каждого. Да, каждый видит это со своей стороны. Кто-то считает справедливым, а кто-то нет. Ну, это мнение каждого лица. А с такими вопросами чаще всего к вам жители обращаются. Есть же наверняка какое-то перечень вопросов, которые вот так или иначе повторяются. Ну, первое, это вот именно мошенничество. Причем не только в медицинской отрасли. Это и банковская. Ну, даже не банковская, а финансовая. Когда привлекают, там, ООО, которое не имеет права, привлекает инвестиции. Вот такое частенько. К сожалению, и вот я уже повторюсь, может быть, и в юридической, в юридических услугах также есть мошенники. Тоже, также заманивают на бесплатные консультации. А потом говорят, что это вот стоит вот столько-то. Обещают очень много сделать. Говорят, что все, вот выплаты будут вам через неделю проходить. Люди платят деньги, а потом люди, юристы, эти лжеюристы скрываются, и приходится их потом искать. И, наверное, вот в той ситуации, когда звонят и по части юридической помощи, и по части каких-то косметических процедур, мне кажется, надо в первую очередь себе задать вопрос, а зачем это нужно тому, кто позвонил? Какая-то выгода, что у него все равно должна быть правильной. Тут вот все-таки цепочка-то должна выстроиться, что просто так вряд ли будут это предлагать. Нет, бесплатность, это не всегда мошенничество. В принципе, есть, ну вот мы же тоже оказываем бесплатную помощь. Это же, ну... Вот я поэтому и сразу сдала вопрос, а вам это зачем надо? Ну, здесь, с коммерческой стороны, это, конечно, привлечение новых клиентов. Но опять... Ну и опыт, как мы с вами говорили, это же опять-таки определенный опыт. Вот, да, когда набивается просто рука, ну, для всех по-разному бесплатность необходима там или требуется. Кто-то ее использует в добрых отношениях с целью помочь, а кто-то злоупотребляет этим, к сожалению, вредит. А вот что касается ООО и привлечения инвестиций, вот можете чуть-чуть поподробнее об этой схеме рассказать, чтобы, не дай бог, телезрители не пришли к вам с очередным вопросом? В финансовых... Ну, создается некая ООО с 10-тысячным уставным капиталом. Это самое минимальное возможное при создании. Арендуется, как правило, офис в Москве, в Москва-Сити, ну, или в каких-нибудь престижных центрах. И дается реклама в достаточно солидных изданиях, типа российской газеты, там, ну, и так, федерального уровня. Что вот наша фирма дает очень много процентов, если вы придете к нам, вложите, там, миллион-два в нашу фирму, и вы, там, через месяц уже будете получать проценты, можете их снимать, можете их накапливать и так далее. Это пирамида. Да, что-то типа такой финансовой пирамиды. Через некоторое время, ну, там, как правило, там, первый выплат происходит, там, ну, не ранее, а первого квартала. Вернее, после первого квартала. И когда человек уже приходит, его там уговаривают. Ну, давайте, зачем вам получать деньги? Вы вложите еще, и вы эти же деньги еще будете еще и проценты на эти проценты получать. Ну, человек ведется, как правило, на такие проценты, ну, вот, на такие условия, деньги вкладывает, ну, якобы вкладывает, а на самом деле это вложение не происходит, это просто вот финансовая пирамида. Ну, иногда стимулируют такие пирамиды какие-то призы, ну, что, может быть, человек через квартал приходит, он выплачивает не деньги, а какой-нибудь, ну, там, набор кастрюли, я не знаю, там, вот, ну, совершенно дешевый. То есть, человеку, может быть, и не нужно, а ему вот приятно такой подарок. Ну, и через какое-то время фирма исчезает. Как правило, в этой фирме уже другой собственник, номинальный директор, может быть, уже не живой. Ну, и фактически денег своих найти потом становится очень сложно. Люди обращаются в полицию, в прокуратуру, в следственный комитет, доходят до президента, и обращаются в суд, выигрывают суды, но уже реализовать это судебное решение фактически нельзя. Потому что у фирмы, к сожалению, нет ни имущества, ни денег, ничего. Оно уже выводится и растворяется на просторах страны. Поэтому, наверное, лучше денежку все-таки нести в банк. Ну, конечно, какой-то аккредитованной финансовой организации. Я даже на примере, вот, когда приходили люди, я им на примере порассказывал, что не бывает таких процентов, ну, вот максимально, даже независимые специалисты от банковской отрасли говорят, что более 10%, более банковского процента, если вам обещают кредит, это уже что-то неправильно. Повод задуматься. Да, повод задуматься, зачем человеку делиться с вами такими процентами, если он может их получить сам. И поэтому лучше, да, есть финансовые институты уж, пусть это небольшой процент, но хотя бы сохранение средств. К тому же мы все прошли через МММ, и уже, в общем-то, казалось бы, ученые, но тем не менее. Да, уже это должно было научить, к сожалению, многих людей. Кстати говоря, как раз мы подошли к следующему вопросу. Казалось бы, сейчас очень много правовой информации. В эфире нашего канала неоднократно выходили сюжеты, в которых мы говорили о тех или иных мошеннических схемах. Но, тем не менее, люди-то ведутся. Вот как вы думаете, почему? Все-таки правовая грамотность у нас хромает, или мошенники совершенствуются? Нет, это правовый нигилизм в первую очередь, то есть не знание гражданам своих прав. Потому что в большинстве случаев, и это касается возраста, но больше среднего, или даже старше среднего, и уже старшего возраста. Как правило, они принимают все за чистую монету, верят, и не читают договор, который они подписывают, не консультируются. Потому что, в принципе, действительно можно почитать, действительно информации очень много. Можно прийти, посоветоваться, просто сказать. И были случаи, когда люди к нам приходили изначально посоветоваться с юристом, прежде чем какой-то договор подписать. И мы рассказывали просто, что может произойти, расписывали просто схему, и они отказывались уже от этого. Но, к сожалению, может быть отсутствие такой информации у многих людей. Вообще, наверное, убеждены, что со мной такое точно не случится. Я же знаю, я же понимаю, я же разберусь в этом. А тут вот раз и я... Да, вполне возможно. И такой принцип тоже срабатывает. Я уже сказала о том, что в эфире нашего канала неоднократно выходили материалы, посвященные правовой тематике. Не так давно был цикл материалов, которые мы проводили совместно со сторонниками партии «Единая Россия». Называлось это «Все защитим старшее поколение от мошенников». И я предлагаю посмотреть один из таких материалов. Татьяна Михайловна – женщина видная, за собой следит. Однажды на телефон ей пришло приглашение посетить московский салон красоты. Встретили жительницу Дубков как дорогую гостью, напоили вкусным кофе. Что произошло на самом деле, Татьяна Михайловна поняла только спустя три дня. Ирина Гайворонская, юрист с многолетним стажем, говорит, это мошенническая схема – одна из самых востребованных у злоумышленников. И хорошо, если удалось отделаться лишь материальными потерями. Многие в такой ситуации расстаются и со здоровьем. Все эти мошенники, они, во-первых, обладают методами гипноза очень хорошо, да, очень хорошо. А потом в салоне вас могут напоить чем угодно, чем угодно накормить, знаете, с тем же самым кремом. И такие ситуации бывают не раз. Такие ситуации, к сожалению, многочисленны. Нужно быть предельно внимательными, не терять бдительность ни на секунду и помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Эти правила работают в любых сомнительных ситуациях. И когда вам предлагают купить чудодейственное лекарство, и когда навязывают новинку технического прогресса. Очень активны сейчас мошенники и в коммунальной сфере. Кому-то предлагают поменять счетчики, а кому-то установить фильтры. Результат, как правило, один и тот же потерянные деньги. Когда приходят мошенники, меняют фильтры для воды, значит, потом они берут бутылочку, наливают туда воду и говорят всем членам семьи, попробуйте, какая у вас теперь замечательная, прекрасная вода. Члены семьи пьют эту воду и засыпают. Хорошо, если просыпаются и квартира при этом ограбленная. Но я лично знаю случаи, когда они происходили, когда семья не просыпалась. Напомнили сторонники Единой России и про телефонных мошенников, и про тех, кто хочет завладеть информацией о банковских картах. Жители поселения, в свою очередь, обратились с просьбой к гостям восстановить отделение полиции, которое когда-то здесь было. Нам бы, конечно, хотелось бы, чтобы открыли отделение полиции, теперь вот, которое напротив электрички находится. Собирают шутки, все бы не привыкли, машина там у них рядом патрульная. Действительно, мы собираем вот очень важные вопросы, которые мы донесем до главы нашего Одинцовского района. Он очень заинтересован в этой программе, он нас всячески поддерживает. И я надеюсь, что, во-первых, решаются практически, они решаются. Вот мы приезжаем, какие-то маленькие вопросы, вы уже слышали, по участкам и так далее, они решаются. И даст Бог, мы решим вопросы, которые мы сегодня услышали. И, в общем-то, люди действительно становятся более информированными. Лесной городок уже седьмое поселение Одинцовского района, в котором сторонники партии Единой России рассказывают представителям старшего поколения и их родным об основных мошеннических схемах и о том, как не стать их жертвой. Следующая остановка. На их маршруте большие веземы. В прямом эфире программа «Разберемся». Сегодня мы говорим о юридической поддержке жителей Одинцовского района. У нас в гостях юрист Сергей Измайлов. Телефон прямого эфира 8495 508 86 84. Сергей, сейчас в сюжете прозвучало о нескольких мошеннических схемах. Я так понимаю, что некоторые из вас, некоторые из них вам знакомы, приходили люди. Да, вот в частности тема с фильтрами. Да, обращались к нам действительно, обращаясь к людям, по-моему, из Кубинки это было, когда им предлагали фильтры поставить вот это. Причем представлялись, как правило, ближе к государственным органам или муниципальным управляющим компаниям. То есть каким-то способом, связанным с властью. И вот у нас такая программа, мы вам поставим. Со скидками? Да, со скидками, но цена этого дешевого фильтра неимоверная. В 10 крат превышала стоимость его действительной стоимости. Но это уже были действительно мошенники. Там были документы оформлены на фирму, которая вообще этим не занимается. Люди, которые были, они тоже какие-то подставные. То есть документы у них были ненадлежащие, фактически подделка. И фактически нам просто нужно было обращаться в полицию и их искать. Но здесь в данном случае совет такой, не отдавайте деньги. Вообще не открывайте дверь, неизвестный, посторонним. Да, потому что пока деньги у тебя, за тобой люди бегают, чтобы у тебя эти деньги забрать. А когда ты деньги отдал, это уже ты будешь бегать за этими людьми и искать эти деньги. И вот тут хочется добавить, что не надо думать, что все эти случаи происходили с кем-то там и где-то далеко. Вот рядом Кубинка была, замечены были мошенники, которые пытались продать, так скажем, какие-то чудодейственные фильтры для воды. А телефонное мошенничество, вот если возвращаться к нему, да, ведь звонят не только предлагая какие-то услуги бесплатно, но и бывает так, что сообщают какие-то печальные новости, что произошло ДТП, кто-нибудь кого-нибудь сбил, спасите, помогите, дайте взятку. А вот что нужно делать, может быть, какие вопросы нужно задавать, чтобы вывести преступников на чистую воду? Ну, телефонный мошенник, он тоже пытается фактически сразу ошарашить этой новостью, что, и самое печальное, что, как правило, трубку передают якобы сотруднику внутренних органов, и он на чистой воды предлагает фактически дать взятку для того, чтобы он закрыл дело. Что тоже преступление, между прочим. Да, что тоже достаточно тяжкое должностное преступление. Но это уже как бы должно насторожить, потому что человек, который хочет получить взятку, ну, явно не будет так открыто это делать. Поэтому в данном случае, ну, по моему мнению, сразу прекратить разговор, попробовать постараться связаться с родственником, который это совершил. Может быть, в некоторых случаях это спасало, потому что иногда родственник был практически рядом, то есть он сидит в одной квартире, а человек звонит. А тут оказывается. Да, а тут оказывается, он где-то что-то совершил. Это вот как-то, ну, сразу, ну, человек сразу понял, что это мошенничество. Попытаться связаться, выяснить ситуацию там, что произошло и где он находится. Как в большинстве своих случаев телефон его доступен, он там находится совсем в другом месте, у него все хорошо. Ну, бывают, конечно, случаи там высокотехнологического мошенничества, когда блокируется телефон родственника там и действительно вводятся в такой вот. Ну, это такие уже случаи больше в федеральном значении, потому что они дорогостоящие. Достаточно необходима дорогая аппаратура для такого вида мошенничества. И, ну, все равно попытаться как-то, ну, не отдавать деньги, то есть как-то потянуть время. Продолжать разговор, там, может быть, задавать вопросы, касающиеся каких-то деталей, каких-то подробностей. Ну, можно, но... Бессмысленно. Да, какой смысл разговаривать с мошенником, который тебя пытается сразу обмануть? Сказать, я перезвоню сейчас. В принципе, это вполне возможно. Можно просто положить трубку и все, не отвечать на... Ведь это же не требуется сразу кому-то куда-то дать денег. Можно наоборот сказать, где это произошло, я приеду на место. Вот. То есть таким образом. А что касается... Ну, самое главное, что не нужно бежать в банк, не нужно снимать последние сбережения. Ничего никуда не нужно. Да, и с собой не нужно эти деньги везти. Все равно нужно подумать. Прежде чем что-либо делать и расставаться со своими кровными заработанными. Да, со своими кровными деньгами, да. А нередко и под представителя пенсионного фонда маскируются мошенники. Вот в такой ситуации что делать? Звонок в дверь, здрасте, мы представители пенсионного фонда, сейчас расскажем вам о чудо-программе, благодаря которой, ну, и вот умеют красиво рассказать. Как заподозрить? Я думаю, что нужно сразу закрыть дверь и сказать, что мне ничего не требуется. Спасибо, до свидания. Потому что, ну, сотрудники пенсионного фонда, они даже в своих релизах, они указывают, что они не ходят, наоборот, к ним приходят люди, которые хотят оформить какие-то услуги. Ну, понятно, что у них может быть с собой там и поддельное удостоверение от пенсионного фонда. Попробуем, ну, эту информацию можно, ну, первоначально можно позвонить в пенсионный фонд, уточнить, если это происходит. Есть телефон полиции, есть служба 112, к которой можно обратиться и сказать, что вот такая ситуация происходит, вот помогите. Что делать? Что делать, да. Если говорить вот о службах, можно попробовать позвонить кому-то из родственников тоже так же, что не открывать дверь и сказать, сейчас я под... Ну, говорите так, что вы хотите услышать, у них сказать, ну, хорошо. Либо я подумаю, либо я посоветуюсь. То есть, как правило, мошенники делают эффект, ну, вот такой внезапности. То есть, они пытаются вывести из нормального состояния, ошарашить человека, чтобы он сразу сделал то, что они хотят. Ну, вот нужно просто выйти из этого состояния, сказать, я подумаю, я там посоветуюсь, почитаю. И тут они уже, наверное, ждать тебя не будут. Да, да, потому что, ну, это не в их интересах, можно так сказать. Потому что дальнейшая схема уже под вопросом. Да, потому что, ну, может оказаться родственник, который в этом разбирается, может задать какой-то вопрос, и мошенники сразу поймут, что все, нужно уходить. Сергей, обращаются ли к вам жители с какими-то такими семейными проблемами? Вот сегодня мы слышали, да, мой сюжет, там и алименты, и общение с детьми, вот такие вопросы достаточно простые. Конечно, обращаются. Семейный вопрос вообще это самое сложное. Ну, и с моральной точки зрения, с психологической. Не знаю, я стараюсь очень редко брать такие дела, потому что они, ну, достаточно психологически тяжело смотреть, как иногда, в большинстве случаев родители фактически издеваются над своими детьми и делают их заложниками. Вот их взаимоотношениями. Причем надо понимать, что издеваются не в прямом смысле, да, морально. Морально, да, конечно, не физически. Это, как правило, такое. Ребенок всегда заложник этой ситуации, потому что ему, он любит и маму, и папу, ему хочется общаться и с мамой, и с папой, а ему вдруг нужно идти в суд, если он там старше 10 лет, давать какие-то показания. И, естественно, это накладывает отношения на одного или на другого родителя, который пытается определить порядок общения с ребенком, или алиментное обязательство как-то спорить. Потому что до ребенка это доносится другим родителям, что вот, смотри, там, твоя мама или папа пытаются там нас судить, потому что суд у нас вообще воспринимается как какое-то такое судилище надо. Хотя это просто выяснение спор, там, спорной ситуации. Самое ужасное, наверное, что ребенок это все проецирует на себя. Это я, наверное, какой-то не такой, раз вот мама так относится или папа так относится. Ну, конечно, он и так находится в такой тяжелой психологической ситуации. А тут еще родители судятся, спорят между собой. И, как правило, родители это делают, ну, долгое время, например, не видясь с ребенком, или там практически не общаясь, а потом вдруг, вот я хочу пообщаться, давай вот установим график, я вот там буду приходить по субботам-воскресеньям, тебя брать, себе домой приносить и обратно относить. Ну, как бы это тоже не... Вряд ли получится что-то хорошее с такими. Да, как правило, ну, если это... Такие, в принципе, вот судебные иски такого характера, они вообще не имеют судебной перспективы. Ну, судебная перспектива имеет, и не имеет перспективы реализоваться. Потому что тот установленный график, если ребенок не захочет идти с другим родителем, его невозможно будет исполнить. То есть судебные приставы отдирать не будут? Нет. Судебные приставы, придя, увидя, что есть доступ к ребенку, но он никуда не хочет идти, они составляют акт о невозможности исполнения, поскольку ребенок не согласен, и уходят. И через как, ну, раз, два, три приставы с приставами приходят, а потом говорят родителю, ты сначала наладь отношения с ребенком, ты сначала договорись с ним, что он хочет с тобой куда-то пойти, или что-то с тобой сделать. Но, я говорю, это в основном, это дело семейное, то есть это нужно прийти и дома решить эту проблему. Это, ну, не судебное, как фактически дело. Сергей, даете какой-то совет родителям, которые к вам обратились с такой проблемой, как определение времени общения с ребенком, алименты? Договориться только в семье, внутри семьи. Ну, пусть она бывшая семья, но все равно. Отбросить свои амбиции, бросить свои обиды, и не проецировать это на ребенка. Потому что он в большей степени страдает от этого. А ребенок, он и одного родителя, и другого. И один его должен содержать, образовывать, и другой. И не к ребенку нужно идти, что пойдем со мной туда-то, а нужно вживаться в жизнь ребенка, в его проблемы, что он хочет показать своим родителям, чего он достиг. Ну, наверное, вот такой-то совет. Ну, да, мне хочется добавить, что бывают, наверное, бывшие мужья, и бывают бывшие жены. А вот бывшая мама и бывшая папа... Да, бывших не бывает. Даже при разводе бывшие супруги, они становятся бывшими членами семьи. А дети не становятся бывшими членами семьи. Они всегда остаются членами семьи этого человека. Сергей, ну и у нас остается буквально считанная секунда, чтобы анонсировать то, что юридическая помощь населению скоро, возможно, будет оказываться более широкой. И у вас найдутся коллеги-помощники. У нас, ну, помощь я оказываю на сегодняшний день на личных приемах. Информация есть на нашем официальном сайте. Как правило, у нас прием по субботам. Там предварительно есть телефон контактный, предварительно можно согласовать встречу. И на сегодняшний день готовится проект совместный с коллегией адвокатов области. Открыть тоже на постоянной основе в общественной палате, в приемной палате. Тоже некий центр оказания правой помощи. Но это уже будет анонсировано в ноябре. Мы уже узнаем более подробно об этом. И мы решим, как это сделать. И потом, наверное, осветим его у вас, как на телевидении. Будем ждать, Сергей. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. ОТВ